Всем привет, друзья! На связи SLT Fight Club. Сегодня мы задаем вопросы нашему чемпиону Дмитрию Романову в преддверии его титульного поединка на турнире НПГ. Вопросы, которые вы задавали в социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте, присылали в Директ и личные сообщения. Итак, поехали! Привет, Дима! Привет! Итак, первый вопрос. Как настроен бой? Настроен бой боевой. Подготовка идет полным ходом. Что я сейчас говорю? Не знаю, наверное, больше ничего. Итак, второй вопрос от пользователя под ником Шмаканов. Сколько веса гоняешь? Не особо много, не особо мало. Отлично! Это, наверное, большое секретное. Да, это там. Три-четыре. Может быть, меньше, может и больше. Дальше. Почему ты являешься полноправным чемпионом в весе до 61,2 кг? Учитывая, что организация делала акцент на том, что твой бой с Евгением Огурцовым проходил за временный титул, который ты выиграл. Ну, я думаю, этот вопрос надо задать организаторам МФГ самим. Я не в курсе, почему вы так сделали. В данный момент, когда у нас был бой с Огурцовым, когда он стоял на первом месте, я стоял на втором месте. Вот. Когда сделали наш бой за пояс, по правилам они должны были сделать бой за абсолютного чемпиона. То есть, в весовой категории, но сделали за временного. То есть, как-то непонятно. Я бы задал этот вопрос организаторам МФГ. Вопрос от пользователя с именем Нафаня Домовой. Были такие трудные моменты в твоей карьере, что думал бросить все? Если были, как боролся с этим? Да, были такие моменты, что уже тяжело, что где-то я не смогу. Уже хотел даже подвязать даже со спортом, с боями. Как-то ломал себя. Думал, ну, если сейчас ломаю себя, да как дальше все это будет происходить? Ну, боролся с этим, как видите, сейчас и здесь. Понятно. Дальше. Что ты думаешь о своем сопернике? Соперник хороший. Убьется в стойке и борется. Посмотрим, как что пойдет в бою. Вопрос от пользователя с ником Войтович699. Кто дает самый тяжелый спарринг на тренировках? Ну, все по-своему дают тяжелый спарринг на тренировке. Вот. Я думаю, на первых раундах это коныш Вячеслав, наверное, дает тяжеловатый. Такие и Александр Черныш. Вот. Такие первые раунды. Потом уже шансы уравниваются и становятся неплохо. Отлично. Продолжаем. Вопрос от пользователя с ником Полуночь. Есть ли бойцовское прозвище? Нет. Нету. Может быть, там кто-нибудь там, я не знаю. Дал уже прозвище, просто я об этом не знаю. Так. Я пока даже не знаю. Ты ж пумба, б***ь. За кадром уже другой голос. Ты ж пумба, б***ь. Хорошо. Дальше. Вопрос от пользователя с ником Павел Файт Ньюс Ветров. Кто самый сильный из четверки черепашек-ниндзи и почему? Как там лидер этого звали? Леонардо. Леонардо. Да, Леонардо. Вот. Почему? Это, наверное, потому что он лидер. Знает, как правильно, то есть, поставить... Как там, блин, называют это? Стратегию? Да, стратегию. Вот. Все это обдумать и привести это все в действие. Вопрос от пользователя с ником Тихонов66. Дмитрий, дипхаус после боя будет? Ну, дай бы победы, там увидим. Я думаю, должен быть. Гаджи47 спрашивает у тебя, Дима. Информацию о гонораре можно раскрывать? Какой формат вознаграждения в этой организации? Формат вознаграждения в контракте, ну, как прописанное, нельзя разглашать. То есть, даже если бы там не было прописано, я бы сам бы не сказал. Как тайна. Все понятно. И еще один вопрос от того же пользователя. Есть ли смысл на таком уровне, какой ты сейчас имеешь, попробовать подписаться в UFC? Ну, в каждый уровень, то есть, ну, с каждым уровнем, то есть, как ты растешь, например, или как я, например, сейчас. То есть, бьюсь, например, в одной организации. Тебя там, ну, ты там удивляешься, то есть, радуешься красочными боями. Тебя могут подписать, то есть, увидеть, там, заметить другие организации. Так, то есть, по листинке можно и добраться в UFC, конечно. Прекрасно. Вопросы из социальной сети ВКонтакте. Что будешь делать после завоевания титула? Там же дивизион уже зачищен, и интересных боев уже не будет. Второй вопрос. Передашь ли пояс по наследству Антону Ларькову? На первый вопрос отвечу. Я думаю, и дай бог победы сейчас, конечно, над этим соперником. Там, я думаю, может быть, там кто-нибудь еще нарисуется. Вот. Будем готовиться и тому, кто нарисуется. Так. Может быть, попробую, там, перейти в другую весовую, то есть, на весовую выше. То есть, может быть, там, а вдумаю. Вот. Но там посмотрим, будет видно. Второй вопрос. Передашь ли пояс по наследству Антону Ларькову? Конечно, передам. Ты же кореш мой друг. Отлично. Вадим Зайцев спрашивает. Есть ли желание двигаться дальше, пробиться куда-нибудь? И возможно ли это вообще? Конечно, есть желание. У любого спортсмена есть желание пробиться куда-то в топ-организации, в топ-мира, например. Конечно, есть желание. Вот. И возможно, это все. Будешь себя показывать, будешь себя показывать с одной лучшей стороны. Как раз с этими боями радовать зрителей. Вот. Конечно, все тебя заметят, предложат. Продолжи пословицу. Нет задач невыполнимых, есть... Есть задача? Нерезумная? Я же говорил. Это все от коныша. Все. Нет задач невыполнимых, есть десантная лоска. Вот это да, мне даже я не знаю. Ну и крайний вопрос. Какой турнир или бойцовское шоу, может, бой запомнился тебе больше всего? За все время твоих выступлений? Да все они запомнились там одинаково как бы. Ну, прям самый яркий какой-то. Турнир, либо бойцовское шоу. Может, бой, выезд куда-то там за границу ты ездил, впечатлился. Бой, были соревнования, проходили в Казахстане, в городе Алматы. Там был чемпионат СНГ по армейскому рукопашному бою. И за выход в финал я бился с узбеком. Выходил, то есть, ну, такой, не сильно настроенный. И весь бой, короче, я ему проигрывал. Вот там буквально 30 секунд там получаются раунды. То есть, не как у нас в Армейке, в Беларуси, там, финальные бои по 4 минуты проводятся, а предварительные поединки по 3 минуты. У них все бои, то есть, по 5 минут проводить, там, по 4, по 4 предварительные, по 5 уже финальные. И все 4 минуты я, наверное, проигрывал, там, 30 секунд осталось до конца. У меня как-то там начали кричать уже Беларусь, Беларусь, там, убивая. Я думаю, ну, да, надо что-то делать, блин, приехал проиграть что-то сюда. И там за 30 секунд, там, удары считались так, то, что касательно, как вот, например, ну, в карате, там, в тэквондо, они там чисто касательно эти удары. И все, и за 30 секунд я просто пер на него эти удары наносил, там, буквально, там, 2-3 очка я выиграл. Там все такие, публика-то орала, там, потом, министр обороны, там, Казахстан, он такой встал, такой, похлопал, такой, подошел, потом после боя руку пожал, там, вообще, там, мурашки по коре пошли. Отлично. Ну, все, спасибо тебе, Дима, что ответил на все вопросы наших подписчиков. Удачи тебе в бою. Спасибо. Ну, и все, всем пока. Так, Димон, а что выглядишь на 35? Я даже не знаю. Уставший? Устал. Да, тут. Все. Побили? Все, закончим.